Носительница жизни Кровь поддерживает постоянную связь между всеми органами и тканями, а содержащиеся в ней химические вещества, главным образом гормоны, регулируют их работу. С кровью связано поддержание постоянной температуры тела. Кровь защитница организма. Она обезвреживает микробы, ядовитые вещества, чужеродные клетки и ткани. Чем же вызваны эти удивительные свойства крови? Ее составы. При центрифугировании кровь четко разделяется на два слоя. Верхний светлый – это плазма, а нижний – темные клетки крови. Плазма составляет около 60% объема крови. Большая часть плазмы – вода. Но сколько же разнообразных веществ растворено в этой воде? Белки, жиры, глюкозы, минеральные соли – все элементы таблицы Менделеева. Источники энергии, роста, развития организма, постоянства его среды. Нижний слой – это клетки крови или форменные элементы. Они отличаются друг от друга формой, размерами, количеством и функциями. Больше всего в крови эритроцитов. Это мелкие клетки, лишенные еда. В электронном микроскопе видна их форма – двояко вогнутый диск. Лейкоцитов в крови меньше. Они крупнее, содержат ядро и не имеют постоянной формы. Еще один вид форменных элементов – кровяная пластинка тромбоцит. Микрогеносъемка показывает, что обычно в центре кровеносного сосуда движутся эритроциты, а вдоль стенок – лейкоциты и тромбоциты. Кровеносные сосуды – основное место действия форменных элементов. Но рождаются они не здесь. Клетки крови образуются в красном костном мозге. Это настоящая фабрика форменных элементов.